Друзья, всем огромнейший привет! На связи Константин, компания Priority Auto. И если вы хотели ознакомиться с околоактуальными ценами на автомобили из Японии и Южной Кореи, то вы попали именно на то видео, которое вам нужно. Так как очередная партия автомобилей, привезенных, растаможенных, купленных, привезенных и растаможенных для наших клиентов, уже находится на нашей стоянке. И сегодня мы посмотрим порядка 12 автомобилей. В основном это будет антисанкционная подборка японских автомобилей, которые без проблем, без дополнительных переплат можно покупать на территории Японии, без проблем вывозить. И это может на территории Российской Федерации, если, конечно же, вы автомобиль везете себе в личное пользование. И сейчас мы посмотрим эти автомобили. Пару слов о каждом. Сильно зацикливаться не будем. Поэтому наливайте себе вкусный чай, устраивайтесь поудобнее и погнали! Почему я говорю, что цены околоактуальны? Ну, во-первых, потому что я не знаю, когда вы посмотрите это видео. А во-вторых, потому что мы считаем конечную цену на автомобили, когда только приобретаем их в какой-либо из стран. В Японии, Корее или в Китае. И пока автомобиль идет, курс может стать выше, либо меньше. И, соответственно, цена может либо вырасти, либо стать меньше. Плюс не учитываются перестои на складах временного хранения, которые выставляют просто на бешеные счета. Но плюс-минус цена будет та, которую я называю. Извиняюсь сразу перед клиентами. Если не попал точно в цену, ну, оправдание я уже себе сказал. Потому что просчитываем цену именно на момент покупки. Давайте начнем с автомобиля из Южной Кореи. Это Kia K5. У нас 2020 год выпуска. 67 тысяч километров пробег у автомобиля. Идеальнейшее просто состояние также у автомобиля. И он обошелся 2,5 миллиона рублей. Здесь под капотом бензиновый двухлитровый двигатель. И автомобиль идет с передним приводом. Собственно, вот такой автомобиль доступен к заказу из Южной Кореи. Как и большинство марок, моделей страны, производителя. Поэтому приобретать их можно. Без проблем везти. Вот практически новый автомобиль. 2,5 миллиона рублей. 2020 год. Здесь у нас дальше идет семейный японский автомобиль. Это Toyota Vish. Здесь у меня в телефоне вся информация, как обычно, есть. 2011 год выпуска. Пробег 61 тысяча километров. 7 сидячих мест. То есть всегда. По сравнению с его там основным конкурентом Toyota Prius Alpha, в котором может быть либо 5, либо 7 сидячих мест в Више. 7 сидячих мест. Поэтому он по достоинству, по праву, может называться абсолютно семейным. Комплектация S. Хорошее состояние. 1 миллион 200 тысяч рублей. 1,8 литра под капотом. И передний привод, собственно. Дальше идет автомобиль, который, собственно, уже многие знают, что тоже приписали к ряду санкционных, да, в Японии, якобы. Но у ProBox есть ремни безопасности для задних пассажиров, что априори не делает его уже грузовым. И в Японии раз через раз эти автомобили проскакивают. Сейчас в нашей компании вы можете приобрести такой автомобиль Toyota ProBox, Toyota Saksit. И любой автомобиль, у которого есть сзади сидячие места, и для пассажиров есть ремни безопасности. И, собственно, вот Toyota ProBox 2019 года выпуска в комплектации DX Comfort TSS. 45 тысяч километров пробега. Ну, крутая комплектация, крутое состояние данного автомобиля. 1,5 литра, бензиновый мотор под капотом, передний привод. Автомобиль обошелся ориентировочно 1 миллион рублей. Пожалуйста, можно сейчас просчитать и привести подобный экземпляр. Далее за моей спиной находится Honda Fit. У данного экземпляра объем двигателя поменьше. 1,3 литра, передний привод, также бензиновая модификация. У него есть и гибридные модификации. Кстати, гибриды встретятся в этом видео. Не пропускайте вообще информацию. У меня есть важная новость для вас. И не забывайте подписаться на наш канал. Скоро будет кое-что интересное. Honda Fit 2019 года выпуска. 81 тысяча километров пробега. Он только выехал от Спарта буквально. Сейчас будет проходить испытательную лабораторию. И он обошелся. 1 миллион 50 тысяч рублей. Плюс-минус уже, как я и говорил. Хороший экземпляр, доступен, не санкционка. Без лишних переплат покупаем. Далее у нас идет уже Toyota Corolla Fielder. Надежный помощник, проверенный временем. Надежный автомобиль, полюбившийся народом. Здесь у нас представлен еще старый кузов данного автомобиля. 2014 года выпуска. 1,5 литра. Передний привод в комплектации G-Aero Tower R. 60 тысяч километров пробега у данного экземпляра. И цена за подобный экземпляр в отличном состоянии 1 миллион 200 тысяч рублей. Это опять же бензиновый полуторалитровый мотор с передним приводом. Здесь он еще на обвесах таких представлен. В общем, довольно интересный экземпляр. Да, кстати, друзья, вижу, что в комментариях просите рассказать про тему конструкторов и можно ли сейчас их вывозить из Японии. Можно, да? Хотелось бы услышать. И действительно можно, если конструктор будет с объемом двигателя меньше 1,9 литров. Это не будет гибридный автомобиль, либо это не будет электромобиль. Потому что для японцев без разницы, как вы везете себе автомобиль. Распилом, конструктором, либо под полную пошлину. От них он всегда выезжает целым. И, собственно, они ввели на все автомобили санкции, независимо от способа их завоза в Россию. Потому что конструктора, они ставятся на корабль, на корабле разбираются. Здесь там может, собственно, как запчасти. И вот позади меня стоит грядка конструкторов. Они были вывезены еще до введения санкций. Они сейчас стоят на продаже. Найти их можно по ссылке в описании и купить. Привезти же сейчас можно, опять же, вот с этими дополнительными тратами. То есть, с дополнительными сборами, более дорогим фрахтом. И уже цена, возможно, будет не такая интересная, как была до введения санкций. Поэтому, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Здесь, собственно, развозить-то и нечего. То есть, конструктора, как и любые другие автомобили, подпали под японские санкции. Но если объем двигателя меньше 1,9 литра у автомобиля, то вывезти его конструктором, конечно же, можно. А везти конструктором можно любой автомобиль, независимо от года выпуска. Ну, а мы возвращаемся к нашим полнопошленным автомобилям. Дальше у нас небольшая битва поколений. Это Honda Fit Shuttle и Honda Shuttle просто. Да, собственно, старый кузов, который еще был Fitом считался. И новый кузов, который приобрел индивидуальную себе модель. Собственно, просто Shuttle. Давайте вот слева экземпляра. Многие думают, что данный Fit Shuttle может быть с двигателем только 1,3 литра и в гибридной модификации. Он, типа, попал под запрет. Все, такой автомобиль не привезешь. Вы ошибаетесь. Есть полуторалитровые модификации с бензиновым двигателем, не гибриды, с полным приводом и передним приводом. И они доступны к заказу без дополнительных каких-то переплат за санкционочку, за фракты и так далее. И беспроблемно вывозятся. Здесь у меня слева экземпляр 2012 года выпуска с мотором 1,5 литра, передний привод, 56 тысяч километров пробега, отличное состояние. У меня здесь пометка, что еще комплект колес японец оставил, пожалуйста. И данный экземпляр обошелся 940 тысяч рублей. Уезжает он в Ульяновскую область к нашему клиенту Николаю. И, пожалуйста, вы также можете приобрести подобный автомобиль. Что же хочу сказать сейчас про гибридный просто шаттл. То есть это не фит-шаттл, это просто шаттл. 2015 год выпуска у нас здесь. Полноприводная модификация. Полтора литра гибрид. То есть сейчас это как бы санкционный товар. Пробег у него 134 тысячи километров. Комплектация X. И цена за подобный экземпляр 1 миллион 120 тысяч рублей. Друзья, сейчас его можно привезти. Но, как я и говорил в прошлом выпуске, где мы делали большой вывоз, что санкционные автомобили сейчас подорожают на 10-20% от стоимости. То есть если он стоил 1 миллион 120 тысяч рублей, то примерно на 150-250 тысяч рублей он будет дороже. То есть, ну, все-таки до полутора миллионов рублей можно будет приобрести гибридный экземпляр. Либо переднеприводный, либо полноприводный автомобиля. Хонда Шаттл. Кто хотел посвежее, не хочет еще старый кузов, пожалуйста, можно. Поэтому вот здесь я хочу сказать как раз, что не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Уже, скорее всего, в следующем выпуске, либо через выпуск, я покажу партию санкционных автомобилей, которые мы, собственно, вывезли из Японии после того, как Япония уже ввела, собственно, санкции. И уже подробнее об этом расскажу. Как да что. Едем дальше. И у нас здесь снова антисанкционный и уже довольно популярный автомобиль. Это такой мини-кроссовер Toyota Race. На него у нас вышел полноценный обзор. Если не представляете себе, что это за автомобиль, и вас интересует кроссовер до полутора миллионов рублей, а точнее примерно... А, ну вот, правда, этот подороже вышел. 1 миллион 665 тысяч рублей, судя по моей заметке. Но здесь пробег всего 13 тысяч километров. Вообще его можно приобрести до полутора миллиона рублей. Такой неполноразмерный, собственно, кроссовер с двигателем. Всего лишь один литр. Комплектация Z 2020 год выпуска. Комплектация Z, я уже сказал, уезжает в Кемеровскую область для нашей клиентки Ирины. Но вот если хотите около новый автомобиль, то, пожалуйста, практически 1 миллион 700 тысяч рублей. Но обязательно посмотрите по ссылке в описании полный обзор данного экземпляра. На самом деле интересные автомобильчики. И, в принципе, рекомендую к рассмотрению. Так, переходим на эту сторону. И здесь у нас тоже, собственно, практически весь ряд антисанкционный. И здесь вот Toyota Corolla Axio. Кто не хочет, собственно, пробокс, да, работящий, у которого там 300 килограмм, что ли, грузоподъемность багажника. А нужно что-то городское и также надежное Toyota, надежное Corolla. Это Toyota Corolla Axio. 2019 года выпуска. Вот этот автомобиль, который мы приобрели для нашего клиента Игоря с города Ессентуки. С пробегом 71 тысяча километров. Здесь под капотом двигатель 1,3 литра. Передний привод. Комплектация X. И такие экземпляры обходятся ориентировочно 980 тысяч рублей. Ну, в общем, тоже до миллиона рублей. Плюс-минус цена пробокса. Почему? Ну, потому что двигатель, считай, объем практически один и тот же. 1,3-1,5 литра. Особой разницы не почувствуете. А, ну, качество там материалов, либо какая-то богатость салона по опциям, она вот плюс-минус одинаковая. Axio для поездок по городу, возить людей, она, конечно, куда приятнее, чем пробокс. Пробокс это все-таки рабочая машинка. Ну, я думаю, вы многие знаете этот автомобиль. И если хотите, мы вам его можем привезти. Здесь вот, кстати, интересный экземпляр. Уже вторая Volvo V40, которая приезжает на нашу стоянку. О чем я всегда и говорю, что любой европейский, американский, английский, еще какой-то автомобиль можно привезти из Японии, но в 80% случаях они там на правом руле. Собственно, как и данный экземпляр, который мы привезли для нашего клиента Валерия из Кировской области. И, собственно, пробег у данного автомобиля 78 тысяч километров. Объем двигателя 1,5 литра. Год 2014. И вышел он 1 миллион 50 тысяч рублей. Опять же, если сравнивать с японцами, вот рядом стоит Axio, у нее также есть полуторалитровая бензиновая модификация. И цена за нее вышла бы ориентировочно, как вот за эту Volvo. Ну, только Volvo 2014 года выпуска. Если вы с западной части нашей страны, и вам привычнее какие-то европейские автомобили, мы также в этом можем помочь. Привезти, собственно, автомобиль. Из Южной Кореи там куча европейцев. Из Японии, ну, там с правым рулем европейцы. И из Китая там тоже есть европейцы, но также на левом руле. Так, у меня здесь дальше по списку. Давай сюда немножко переместимся. Здесь ряд в целом. Объем двигателя-то сегодня небольшой, но и, собственно, как я и сказал, в основном автомобили сегодня антисанкционный. Здесь у нас Suzuki Solo. С пробегом 79 тысяч километров. В комплектации G мы приобрели для нашей клиентки Татьяны из Якутии этот яркий, красивый автомобиль Suzuki Solo. И он обошелся ориентировочно 780 тысяч рублей. Это такой хэтчбэк, собственно, с высокой крышей. И мой напарник Максим, мой коллега Максим, который также ведет выпуски на YouTube, называют эти автомобили не хэтчбэками, а минивэнами. В общем, какие-то маленькими микровэнами, считай. Но для меня это хэтчбэк с высокой крышей. Они очень вместительные, очень городские. И подходят вообще как для девушек, так и для взрослых людей. Так, я думаю, этот автомобиль подойдет как первый ваш автомобиль. Потому что абсолютно неприхотлив, довольно интересный как по опциям, так и по салону. И внешний вид у него тоже красивый. Поэтому, если думаете, какой вообще автомобиль рассмотреть, у этого автомобиля небольшой расход топлива, он вместительный, городской. Пожалуйста, что еще нужно? Берите, пробуйте. Так, смотри, что у нас тут происходит. Это Toyota Esquire для нашего клиента. Они обходятся в идеальнейшем состоянии. Сейчас порядка 2,5 миллионов рублей. Гибридная модификация, передний привод. Возможно, я про этот автомобиль уже рассказывал. Самое интересное, смотрите, его уже обклеили в дорогу. Кто смотрит наше видео, еще не понимает, что это такое и для чего это делается. Это делается для перегонов. Чтобы камнями не повредить, собственно, морду автомобиля. Лакокрасочное покрытие. А сейчас, в теплое время суток, это еще анти, вот это, чтобы комары не отпечатывались, мухи. Чтобы морда не была очень грязной. У нас некоторые клиенты делают эту обмотку даже для перевозки на автовозах. Имеет ли это какой-то большой смысл? Не могу сказать. Но если вы везете автомобиль своим ходом, абсолютно советую каждому просто, ну, что-то подобное хотя бы сделать. Ладно. Санкционный автомобиль. 2,5 миллиона рублей. Можно покупать. Здесь у нас Toyota Prius. Друзья, я, видите, как неуверенно еще говорю, что можно покупать. Потому что я в прошлом видео сказал, вот сейчас партия дойдет, и мы возьмем, собственно, много заказов. Пока нет. Вот выйдет видео следующее. Пожалуйста, обращайтесь. Toyota Prius гибрид 1,8 литра двигатель под капотом. Гибридная установка. 2019 год выпуска. Комплектация A. Топовая комплектация. 63 тысячи километров пробег. 1 миллион 750 тысяч рублей. Как санкционный автомобиль, вот такой экземпляр подобный, он сейчас может обходиться где-то 2 миллиона рублей. Тут многие уже призадумаются, стоит ли брать такой автомобиль. Да, вот эта надбавка за санкционные автомобили, она далеко не маленькая. И если вы берете какой-нибудь прадик, да, там, может это не сильно чувствуется. Если какой-то все-таки бюджетный автомобиль, там это чувствоваться будет, ну, ого-го как. Но, для начала, прежде чем делать какие-то выводы, что типа Prius за 2 миллиона это будет дорого, наверное, советую проштрудировать сначала рынок, посмотреть, что там продается и за какие деньги, и потом уже принимать решение, делать какие-то выводы. Друзья, говорю как есть, говорю как есть и как сейчас обстоит, собственно, ситуация с поставкой автомобилей из Японии. Санкции введены, на санкционные товары идут надбавки. Есть судовые компании, которые сейчас собирают там грузы, и, возможно, если эту услугу будут предоставлять больше компаний судовых, то, собственно, это все станет дешевле. А может и не станет, а может со временем это еще и дороже станет. Не берусь делать предварительных каких-то прогнозов, поэтому, друзья, если хотите быть в курсе, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети, пишите в комментариях, как вам сегодняшняя подборка автомобилей, какой автомобиль вам больше всего понравился, и какие автомобили вы хотели бы увидеть в полных обзорах, ну, собственно, в полных разборах, обзорах на нашем YouTube-канале. Обязательно жду ваше мнение в комментариях, если хотите заказать себе любой автомобиль, либо мотоцикл из Японии, Кореи, либо Китая, все контакты нашей компании, как всегда, в описании. Также там есть сайт с формой обратной связи, оставляйте свои данные, мы свяжемся, для вас звонок будет абсолютно бесплатен. Бесплатен, поговорим, расскажем о ситуации, которая сейчас происходит в поставке автомобилей, какие цены, расходы и так далее. С вами был Константин, компания Priority Auto, увидимся в новых видео. Спасибо вам за просмотр, я всем желаю удачи, пока, на связи. Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.